Здравствуйте! Вы смотрите Самарские новости спорта, а расскажу о них я, Сергей Кизоркин. Самарская теннисистка сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Австрии. Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Линце, Австрия. Накануне 35-я ракетка мира одержала волевую победу над белорусской теннисисткой Верой Лапко. Матч завершился со счетом 5-7, 7-6, 7-4, 6-3. В следующем круге соревнований Самарская спортсменка встретится с победительницей матча Екатерина Александрова России Юхана Ларсон Швеция. На кону австрийского турнира 200 тысяч евро. За более выгодным контрактом в континентальную хоккейную лигу ехал 25-летний вратарь ЦСКА ВВС Андрей Макаров. Теперь он будет играть за Нижнекамский нефтехимик. Но военные летчики без голкипера не останутся. По обмену в Самару приехал 21-летний Федор Каратаев, так как ЦСКА ВВС является фарм-клубом нефтехимика. Каратаев в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге не сыграл ни одного официального матча. Крылья Советов провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Мядрага Божевича. Пока команда занимается в неполном составе. За национальной сборной уехали играть Паул Виорел Антон, Рамиль Шейдаев и Олег Ланин. Восстановился после травмы и вернулся в строй Павел Яковлев, а вот Мирел Самарджич пока занимается по индивидуальной программе. На этой неделе планируется проведение тренировочной игры между основой и молодежкой Крыльев Советов на стадионе Металлург. Ближайший матч в чемпионате России волжане проведут в Екатеринбурге 20 октября, а в следующую субботу их принимает Урал. В Самаре планируется создать центр развития детского футбола. У нас есть две мощные школы, известные на всю страну. Это Академия Коноплева и Школа Крыльев. Мы предполагаем создать единый центр, который будет заниматься подготовкой детей, в том числе и для профессиональных клубов, заявил Дмитрий Азаров на международном форуме «Россия – спортивная держава». Сейчас в Самаре разрабатывается концепция использования инфраструктуры Чемпионата мира по футболу. После передачи в региональную собственность Самара-Арены, ей будут пользоваться не только профессиональные футболисты Крыльев Советов. Каждое помещение стадиона уже распределяют между федерациями, фитнес-центром, зонами отдыха и активности. В Самаре впервые значки ГТО получили участники первой ступени комплекса. Это дети в возрасте от 6 до 8 лет. В Самарской области уже более 100 тысяч человек присоединились к движению ГТО и зарегистрировались на спецсайте. Нормативы принимают в 78 центрах тестирования в городах и районах области. Каждый пятый, а это около 20 тысяч человек, уже получили заслуженный знак. В 2018 году в губернии впервые провели и фестиваль ГТО среди детских садов. Среди них были также дети с ограниченными возможностями здоровья, которые выполнили нормативы наравне с обычными детьми. Сдают комплекс ГТО и целыми семьями с бабушками и дедушками, рассказали в областном Минспорте. Это были Самарские новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!